Вы смотрите программу ВКонтексте. У нас в гостях председатель Национального культурного общества Караима в Севастополе Фидан Евгений Григорьевич Бакал и члены общества Валерий Михайлович Галинский и Виктория Алексеевна Габаева. Здравствуйте. Спасибо. 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 Севастополь. Спасибо. 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 Двоюродный брат матери. Двоюродный брат матери был угнан в Германию. Бежал из Германии по дороге в Германию и воевал в партизанском отряде в Чехословакии был награжден чехословакскими орденами вот такая судьба и моей семьи вот я просто так как показывают вот допустим мой отец офицер в моей семье у моей супруги тоже отец воевал вот он был на флоте вот тоже как бы это коснулась уже моей семьи сегодня это моя семья вот и последнее что я хотел бы сказать такая большая работа вот в виде литературы изыскательских исследований проводится но у нас есть очень сильное мощное общество евпаторийское караимское общество и там сделана целая стена памяти караимов участников великой Великой Отечественной войны я попрошу показать камеру значит здесь мраморные доски на каждой доске из разных городов вот больше сарай севастополь симферополь списки караимов которые погибли во время Великой Отечественной войны вот такая работа большая была сделана она и сейчас продолжается и по мере появления новых фамилий устанавливаются новые доски Ну дальше я передам слово Ну вот смотрите фамилия моей семьи Габай Значит я хочу сказать начать с того что мой прадед Аксюз его была фамилия он участвовал в первой обороне Севастополя имел медаль за оборону Севастополя первую и вот эта медаль была утрачена семьей когда значит собирали деньги голодающим в 30-е годы они сдали ее вместе с ценностями на помощь голодающим Значит в моей семье было три два брата и сестра мой отец старший брат Алексей Габай вот он был после техникума отправлен из Крыма на работу в Свердловск и оттуда был призван в армию воевал в 44 году вот его портрет он был ранен под Сталинградом и был демобилизован уже по После тяжелого ранения и потом всю оставшуюся жизнь он работал на крупном заводе в Свердловске вот его средний брат Иосиф был призван в армию в начале войны воевал в Крыму ну где он воевал мы особенно знаем так вот в начале а просто потом мы получили известие вот его родственники Он значит без вести пропавший а самая младшая их сестра Бенета она значит начала работать перед войной окончив техникум такой-то был такой строительный Железнодорожный техникум работала в военной организации которых было много в Севастополе и в период войны вот они жили на улице Подгорной куда упала первая бомба и вот она говорила такую вещь что перед войной вот перед самым началом войны было очень много учений на флоте гражданского населения Они обучали очень много бомбоубежища были значит готовы вот когда падала эта бомба люди решили что это опять учение и это падает парашютист вот и она говорит что вот работать все работали конечно изо всех сил и очень много помогали потом на разборе завалов Вы носили вот очень тяжелое было вот с водой и они вот обеспечивали водой носили воду обеспечивая людей вот в этих самых мастерских в госпиталях вот она одним из последних транспортов была эвакуирована на Кавказ и там уже она участвовала в боевых действиях у нее есть вот такая вот медаль одна из них это за оборону Кавказа Вот она была значит в сорок четвертом году вместе с армией может быть снять она вместе с армией пришла в Севастополь вот в мае сорок пятого года и вот ее впечатление о городе она говорит развалины и все развалины покрыты красными маками Это говорит ну очень тяжелое впечатление она говорит я с тех пор маки терпеть не могу она так говорила вот потом она работала в была такая организация по восстановлению флота и Севастополя Севастополь военморстрой и вот она всю жизнь работала вот военных строительных организациях на восстановление Севастополя и обеспечению флотских всяких Я думаю ну Валерий Михайлович продолжит В первых словах я хочу поблагодарить канал за возможность публичного вспоминания моих родных и близких участников Великой Отечественной Мой отец Галинский Михаил Львович С 1908 года рождения Мариуполь Школа Работа Боевой офицер Ранение Контузия Награды Посчастливилось В 1946 году был демобилизован Остался живым Обычная судьба для поколения тех лет Болик Абрам Маркович 96 года рождения Евпатория Гимназия Начало 40-х Начальник пожарной станции Бахчисарай Окупация Организует подпольный отряд сопротивления Начальник отряда Отряд действовал Вплоть до начала 1944 года В 1944 году был взят Пытки Расстрелян Похоронен В Ханском дворце В Ханском дворце Стоит обелиск На нем высечены имена участников Подпольной Подпольной группы Первым В списке Значится Болик Абрам Маркович И еще одна судьба Которую я хотел сказать Саханова Исфирь Семеновна Сестра Жены Болика Абрама Марковича Живя в военное время Бахчисарай Он жил у нее на квартире Она участвовала во всех акциях Она печатала, изготавливала листовки и прокламации Она принимала активное участие во всех действиях отряда Но она не была членом отряда Арестована После допросов отпущена Второй раз арестована В начале 44-го года После допросов После зверских допросов расстреляна Брошена в колодец После войны найден труп Но она не похоронена в братской могиле Вместе с другими участниками Подпольной группы Ну вот Эти люди Можно без пафоса сказать Принесли своей жизни на алтарь победы Я хотел бы, чтобы Валерий Михайлович показал книгу Дополнительно я хочу сказать У нас время заканчивается, я понимаю Дополнительно Хочу сказать Есть такая книга Автор Александр Фуки Называется «Караимы, сыновья и дочери России» Предисловие Вы поверните обложкой Да, пожалуйста Предисловие Называется «Памятник малому народу Крыма» Значит, в этой книге собраны Судьбы Истории Военной истории Караимов Участников шести войн Начиная с первой обороны Севастополя И кончая Великой Отечественной Особенно многочисленный пантеон Великой Отечественной Несмотря на то, что Как сказал Евгений Григорьевич Численность народа к этому времени уже была Катастрофически мала Книга Кончается списком И достаточно Таким Большим списком Участников войны Вот Доподлинная история И Их участие Полностью неизвестно И ждет своих исследователей Книга уникальна И не имеет Книга уникальна Потому что она не имеет Аналогов Книга-памятник Книга-реквиум Участникам Караимов Участникам Великой Отечественной Участникам шести войн В том числе Великой Отечественной Я думаю, обязательно герои станут известны И все мы их будем помнить И к нам приходят представители других культурных обществ Они рассказывают о своих предках Мы видим, что это все-таки наша общая победа Время эфира, к сожалению, наше подошло Единственное, что хотелось бы от имени нашего общества Поздравить всех севастопольцев, гостей города С предстоящим праздником Днем Победы Вот и сказать Пусть у нас всегда будет мир И чтобы у нас такие Мрачные моменты истории Больше никого не касались Будем все делать для этого Я присоединяюсь к вашим словам И вас, конечно же, поздравляю с наступающим праздником Спасибо, что пришли к нам в студию Спасибо Спасибо, Владимир Владимирович Напомню, у нас в гостях был председатель Национально-культурного общества Караима в Севастополе Фидан Евгений Григорьевич Бакал И члены общества Валерий Михайлович Галинский И Виктория Алексеевна Габаева Эфир информационного канала Севастополя продолжается Оставайтесь с нами Продолжение следует...